Дорогие друзья, у нас сегодня в студии и в гостях на нашем канале известный автор, публицист многих монографий по истории русской волшебной культуры Владимир Алексеевич Шумшук. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно вышел ролик по поводу, который посвящался допросу инопланетянина. И хотелось бы знать ваше мнение на этот счет. Ну да, сейчас таких роликов много, но вот этот один, он выделяется тем, что он тянет на достоверность. Ну хотя бы уже потому, что они, во-первых, говорят при допросе этого инопланетянина, да, он, во-первых, спокойно говорит на английском языке, но они все хорошо говорят на наших земных языках. Вот. Ну что тоже, кстати, подтверждает, что это может быть инопланетянин. Потому что обычно они, вот случайные встречи, они телепатически общаются. То есть там нет никаких... А здесь, видимо, именно целенаправленная была встреча. Вы, именно целенаправленный инопланетянин оказался в руках, как говорится... Да, в руках наших, так сказать, спецслужб. Ну это американские спецслужбы. А что показывает достоверность того, что... Вот, достоверность фактёров. Ну и его спросили, ну что бывает после смерти, да. На что он ответил, что смерть только на земле придумали. А так смерти нигде нету. Это правда. Потому что нас до 17 века могил нету. Нигде. Ни у кого. То есть это получается, что мы тоже когда-то были бессмертными. Ну как написано в Библии, что у нас была единая религия, единый язык. И люди были бессмертными, и люди были богами. Сейчас уже много учёных, они приходят к этому выводу, что не только одноклеточные организмы бессмертные, как в своё время поставил вопрос Вейсман, германские учёные. Но и многоклеточные организмы не только такие, там примитивные гипогидры, да, или там дождёвые червя, да. Ну и даже вот такие млекопитающие, как голая земеройка, например, да. И потом ведь мы смотрим за млекопитающими, которые каждый год впадают в анабиоз при наступлении неблагоприятных условий. И после того, как возникают эти нормальные условия, они вживают и снова живут. Это, в принципе, говорит о том, что они могут жить вечно. И мы наблюдаем только смерть их, потому что их или убивают охотники, или их, значит, какие-то экологические моменты, отравления там, или ещё что-то. То есть чисто, ну, естественные причины, не связанные с организмом. Сам организм остаётся вечным, потому что у нас ведь тоже были литургии, литургические сны, когда люди переходили из кона в кон. Но этот переход, он как раз назывался пасторцем, и поэтому, в общем-то, люди, они обречены быть бессмертными. Это первый момент. Второй момент, который говорит о том, что этот фильм подлинный, и это в действительности инопланетянин, это прежде всего то, что он говорит о том, что существует множество вселенных. А если смотреть старые вот эти знания, о которых я пишу, там ведь тоже говорят о том, что вселенная не одна, их множество. И это всё множество, оно называется космосом. И космос – это тоже не предел. Оказывается, много космосов, ещё больше параметров, заложенных в строении материи. Да, и космосов, и мироздания, даже когда уже мы говорим о мироздании, оно тоже не одно. Вы же понимаете, это… Мы не можем проследить, до какого уровня всё это может развиваться, сколько там их существует. Но и то, что он говорит, наши астрономы, наши учёные об этом не знают. А какая цель тогда, получается, у них-то какая цель попасть в руки спецслужб, чтобы что? Ну, скорее всего, он попал всё-таки случайно. У них же происходят периодические контакты с определёнными людьми, и они, в принципе, курируют, исследуют и смотрят, как что сделать. Но, в основном, все негативно к нам относятся. Мы же, если говорить по уровню развития, у нас нулевой уровень. То есть, у нас нет таких вот технологий, которые есть у них. Ну, и потом нам идеи не дают их сделать. Наши учёные бы давно это всё сделали. Учёные, изобретатели, первооткрыватели. У нас ведь очень много талантливых людей, землян, которые могут всё, что у нас было когда-то на земле, возродить обратно. Ведь это всё витает в атмосфере, да? Все эти знания, они могут опять к нам приходить, людей будут открывать. Но нам их просто не дают. Нам просто не дают это сделать. Как только какие-то начинаются поползнения в эту сторону, всё пресекается. И очень жёстко пресекается вплоть до летального исхода с этими первооткрывателями, изобретателями. Ну, и те, кто спонсируют, финансируют, с ними тоже проблемы возникают. Вот ещё один момент, который, ну, меня во всяком случае симпонировал. То, что он ведь говорит о том, что он сам землянин, и он прибыл из будущего. То есть, он землянин, который живёт на нашей планете? Да. Нет. Он прибыл там много тысяч световых лет, откуда он прибыл. Но они землянины, а дело в том, что ведь вот эти исследования, опять же, ЦРУ, которых, они насчитывают где-то 70 цивилизаций, которые с нами. Тут контачат, прилетают, делают исследования. И везде, где оставались отходы жировые следы, их исследовали и обнаружили, что у всех такой же ДНК, как и у нас. А, в общем-то, мы знаем, во всяком случае, по старым источникам, что наши предки были по великим вселенным. И это, кстати говоря, и официально пишут. Вот, в той же Геодах, например, и они жили на горе мира, откуда повелевали звёздами. И мы распространились-то ведь очень широко, не только в нашей галактике. И почему у нас и был апокалипсис, да, потому что люди были бессмертными, и у них не было ограничено размножение. Дело в том, что если будет пара размножаться, да, ну и разрешат родить двух человек, но они будут жить долго. И каждые 25 лет, ну это считается у нас поколением, да, каждые 25 лет два человека снова родят двух человек. Так вот, через тысячу лет одна пара даст 1 триллион людей с копейками. То есть это с периодом 25 лет, да? Да, 25, то есть 40 поколений всего пройдёт. Ну, это геометрическая прогрессия получается. Да, получается, когда у нас тут, ну, говорят, там 7 миллиардов, 8, кто-то говорит. Вообще-то по счёту показывают, что у нас 4 миллиарда всего. Ну, с китайцами, там, с индусами, да, ну, белое-то население полмиллиарда наберётся хорошо. Ну, в основном-то это, конечно, Швабия, там вот они 4 миллиарда официально заявляют, что их уже 4 миллиарда. А они сейчас живут. Секундочку, где они официально заявляют? Ну, это официально, но в нашем, короче говоря, с сталкером нет. Хотя они спокойно проходят в те места, где нам, всем людям, здесь нельзя бывать. И, в общем-то, они сообщают о своих, так сказать, достижениях. И вот то, что вот нас хотят сейчас сократить до 1 миллиарда, сокращать будут. И Швабия. А Швабия – это продолжение фашистской Германии. Фактически. Секундочку. А сталкерами вы кого называете? Ну, это наши люди, которые могут попасть и во внутреннюю землю, и в подземные города. Ну, то есть… Путешественники такие, которые могут… Да, такие путешественники. Ну, они, в принципе, я думаю, у нас есть, я имею в виду, у спецслужб. Но наши же спецслужбы всегда начинают стрелять, если что. Понятно. И поэтому их туда не пустят. Понятно. Смотрите, так это одна только пара даст. А у нас ведь 4 миллиарда, как минимум. Да, подожди секундочку. Ну, так тогда это что означает? Это означает, что нас постоянно уничтожают? Постоянно сокращают, сокращают? Для того, чтобы решить этот вопрос, перенаселение. Придумали или специально вводить войны, производить отстрел. Вот. Или вот большие жатвы, как нас сейчас вот пихают в эту большую жатву. Или не размножаться. А, ну да. Такие вот моменты. Есть еще один путь – это создание сателлитных пространств. То есть больше и больше. Но у нас уже, согласно опять же Пуранам, да, индийские источники, у нас уже здесь вот в районе земли 185 тысяч параллельных земель находится. Поэтому размножаться уже некуда там. Если вы создаете какое-то сателлитное пространство, вы обязательно куда-нибудь влезете уже, понимаете. Параметры – это они же не бесконечные. Мы все равно вот в пределах этих разумных. Так, хорошо. И это к чему мы? Это к тому, что, в принципе, вот то, что происходят такие оперические отстрелы или там размножение вот этих сателлитных пространств. Это решает какой-то степенью проблем перенаселения. Но единственное правильное решение – это не размножаться. И если мы делаем размножение, то с перевоплощением. Что, собственно говоря, было сделано Владимиром? Ну, который говорит, что у нас князь – он царь. В действительности – это царь. Внук Ивана Четвертого. Но об этом, конечно, мало кто знает. А давайте вернемся обратно к теме, с которой мы начали. Вот мы начали говорить о том, что есть факты, которые подтверждают истинность его слов. Как вы думаете, вот эти, ну, мы перечислили несколько вариантов. Это то, что космос неоднородный и там много вселенных, которые образуют там дальше, ну, как мы говорим дальше, свет и бесконечность. То, что перевоплощение, смерть, вечная жизнь. А вот на что эта информация повлияет? Вот она вышла сейчас, допустим? Это просто как что? Для чего она сейчас? Ну, дело в том, что, вот опять же, этот инопланетянин, он говорит, что вселенная может достичь стабильности. Но это случайный процесс. А это говорит о том, что во вселенной, в реальности, разумных-то цивилизаций особо-то и нету. Потому что стабильность – это признак разумности. Ну, и где у нас эта разумность? У нас сейчас он идет циклон, о котором столько уже всяких этих инсайдеров и этих инопланетян нас предупреждали. Ну, там они, говорят, 60 тысяч лет. Ну, это, в принципе, для космоса это не возраст. Циклон какой? Циклон, который уничтожит нашу галактику. Ну, вы имеете в виду, циклон не земной? Нет, не земной, но он нас поглотит. А что за циклон? Ну, циклон – это типа, вот происходит во вселенной, в галактиках. Это типа вот оружия Брамы. Оружие Брамы, оно характеризовалось тем, что оно разлагало все на атомы. Это проявление, так называемой, бездны. Бездну, которая куда все уходит и откуда все приходит. Циклон движется сейчас, как оружие Брамы, движется в нашу сторону. Да, движется в нашу сторону. И для того, чтобы… Когда он достигнет? 60 тысяч лет, они говорят. Но уже 20-30 лет уже прошло. С тех пор, как мы были предупреждены. То есть, осталось 59 тысяч и там 980 лет. Ну, ладно. Ну, давайте, как говорится, встретимся через 59 тысяч лет и подтвердится факт или нет. Ну, ладно. Так это со всех сторон подтверждается. Непонятно. Они говорят. Нет, я просто с той перспективы, что сейчас у нас срок жизни человека 70-80 лет. Чтобы 59 тысяч лет, это еще махать и махать. Тут непонятно, будет ли Земля еще живая. Да почему? Земля-то виден от кварталеона лет существует. Это нам говорят, что 5 миллиардов лет и все. Ну, это мягко уже свист. Так вот, смотрите. Как вы думаете, какой эффект будет от этих знаний, которые передал вот этот инопланетянин? Ну, я думаю, что сейчас, поскольку идет борьба за землю, во-первых, появились силы, которые нам готовы помогать. Мы же находимся в расе у Римской империи, да? Римской, Ромейской. Вот. И мы используемся на Гавах. То есть наши души идут на то, чтобы, значит, получать энергию из наших душ. Она очень энергична в действительности. Одна такая душа, она может накопить столько энергии, сколько дает та же самая ядерная бомба тоже в Хиросино, например, с Нагасаки. Рабство, оно заклинило позором везде. Это тоже ведь не признак разумности рабства. А у нас... Ну, правда, эти цивилизации, они... Это первый уровень всего лишь. С моралью там... Нам нулевая мораль, в принципе. Там целесообразность. Ну, вот эти, которые нами управляют. Вот там про мораль ничего даже говорить не надо. Ее просто там нет. И поэтому все-таки моральные и вот эти этические законы, которые у нас в Галактике, но во всяком случае декларируются, они должны быть исполнены, в конце концов. Не только декларироваться. И то, что мы обратились в свое время к Межгалактической конфедерации, на что получили ответ. И в принципе, в принципе, наша просьба, в общем-то, должна быть удовлетворена, чтобы убрать вот этих захватчиков с нашей планеты. Вот смотрите, у меня сейчас будет два вопроса. Один будет относиться к тому, что мы чуть раньше сказали. Но сейчас напрашиваться вот что. Как вот это рабство сбросить? Морально-этический кодекс соблюдать? Значит, к сожалению, мы мало что можем сделать в этом вопросе. У нас нет для этого никаких ни технических, ни внутренних там волшебных каких-то чудесных возможностей, которые бы позволяли противостоять этим захватчикам. Вот поэтому мы можем только уповать на помощь, на помощь более развитых цивилизаций, которые, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы вот эта законность, хотя бы та, которая провозглашена в нашей Галактике, соблюдалась. А вот эта наша неспособность, она проистекает из-за того, что мы что-то, ну, скажем так, ну, хорошо, эволюционно, допустим, мы упали очень далеко. Но может ли человек, рожденный сейчас, в это время, достичь определенного уровня, чтобы выступать в роли, ну, вот тут, как сказать, защитника, как говорится? Или даже не знаю, что сказать. То есть, вот как вот, то есть, естественным образом вы хотите сказать, человечество не вырвется из этого рабства. Ну, может быть, у нас какие-то есть силы, которые, я имею в виду, в человечестве, которые могут что-то сделать, но они же не светятся, мы же про них ничего не знаем. Хотя я вот сколько слышу, что люди, которые что-то открывают из чудесного, но они не спешат поделиться с человечеством, они просто используют это сами для себя. В корыстных целях, прежде всего. Такие есть люди, но это не представляет никакой силы для тех, которые нас эксплуатируют. Они, в общем-то, этим, мы уже знаем, что 95% добываемого сырья вывозится с нашей планеты. Это не считая воздуха, не считая воды, не считая тех же самых генеральных, там всевозможных. Ну, то есть, рабы находятся в таком состоянии, где они не могут воздействовать на систему, которая, получается, сильнее их, важнее их. Ну, и, как бы, и цепь-то не порвать, получается, да? Так, хорошо, а вот другой вопрос, а вы сейчас комментарии, я попрошу ваше мнение на отчет. Помните, еще Бловацкая писала, что на переоплощении, на том свете, находится, там, по-моему, десяток, не один десяток миллиардов душ. Да. И это было одним из фактов того, который подтверждал, что на нашей земле раньше проживало огромное количество людей, которые после катастроф, скажем так, остались вот в этом облаке перевоплощения, так назовем. И смотрите, какая получается история. То есть сейчас большинство людей после воплощения на земле уходят прямо на Гавах. То есть, в принципе, вот у захватчиков ресурс качать Гавах очень большой. То есть люди рождаются, воплощаются души, которые там еще очередь огромная стоит на воплощении, воплощаются Гавах, воплощаются Гавах. То есть получается такая воронка в одну сторону, то есть все на Гавах. Но у них еще можно много еще качать. А вот если бы вот этого, допустим, ну вот этого выхода сразу в Гавах не было, а было бы осознание, например, себя, осознание своей ценности, пользы или себя как человека, как разумного, то, наверное, использовались бы какие-то другие методики, чтобы уже не просто вот эти вот религиозные фантастики, чтобы человека заставлять постоянно болеть, страдать, а, наверное, какие-то другие методики. Поэтому, с одной стороны, ну как бы там еще вроде бы полно у них ресурсов, поэтому они и качают. И может быть и не заинтересованы в том, чтобы сейчас человечество быстро закрутить. А с другой стороны, вот видим, что сейчас много людей очень просыпается. И я так понимаю, что это тоже определенная опасность для захватчиков. Ну, смотрите, у нас ведь во времен апокалипсиса, когда уничтожали планету, но уже 26 планет в действительности было в Солнечной системе. Осталось 5, и то потом, то, что мы Фаэтоном называем, но там 2 планеты было, их тоже грохнули. И их убивали вместе с населением полностью, одних ничего не оставалось. То есть это оружие Брама, оно везде применялось. Оно и против земли было применено, потому что у нас ведь раздвоилось. С одной стороны, Владимир, который говорил о перевоплощении, с другой стороны, Переслав, который говорил о вечности, продолжении вечности. Вот он только говорил об ограничении рожитаемости, но, в принципе-то, его никто не поддерживал в этом межгалактическом совете, который выступил фактически против нас. И, в принципе, это он все спровоцировал уничтожение нашей Солнечной системы. Да, множество спутников, там больше 1600 спутников было уничтожено. Ну, у нас сейчас, правда, тоже спало с того же Сатурна, 146 спутников, да. Ну, там, 60 у этого... В виде чего? В виде чего? Да, неважно, в виде чего. У нас заселено все было, да. Даже 4 километра спутник, он тоже был заселен. А это как хорошо. Да. Потому что, так и вот сейчас вот там, находятся, когда находки, на той же Луне нашли там корабль с женщиной, да. Ну, погибший корабль. Ну, понятно, что это не становится достоянием гласности. Никто не комментирует эти снимки, которые НАСА выкладывает. А НАСА часто так делает, выложит какие-то снимки и понимает, как хочешь. Угу. Так вот, то, что вы говорите, значит, там ведь как происходит? У нас вот люди, если воплощаются, да, они же не знают никто, они же не знают, кем они были, ничего нет. Все же сблокированы. И он, естественно, плывет по течению, как его несет задействие на земле. То есть, какие тут ценности, наркотики, ну, значит, наркотики, алкоголь, ну, значит, алкоголь. Значит, семьи нет, значит, этой ценности такой, ну, значит, и нет. Вот. И они нарабатывают так называемую карму. У нас ведь не было, у нас была карма. А карма эта была введена, и причем она введена в XVIII веке только еще. У нас была Мишна, да, священная книжка, ее поменяли на Библию, ну, и вот пошло-поехало. Ну, в Библии про карму тоже ничего не говорят, но она работает. Ее сделали. И вот люди, когда воплощаются до снова, когда они уже пустились во все тяжкие, да, которые не считаются даже грехами-то. Ну, как вот мы сейчас не считаем, а в реальности это считается грехом. Даже вот, посмотрите, у буддистов там смешные такие вот это страстное желание – это грех. Ну, что такое? Как это может так получиться? Ну, и другие там такие вот глупости, можно сказать. Так вот, они воплощаются снова, но теперь они воплощаются в городах подземных, где они просто уже заранее все страдают. Начиная с рождения и до этого, как уже идут на смерть. Они долго там не живут. Пару там живут. Ну, то есть это вот Кольская сверхглубокая? Да, вот Кольская сверхглубокая показала. Один из примеров? Да, вот как они там орут, как они там… Ну, вот я просто, когда нашел вот эти записи, не знаю, правда, они аутентичны или нет, но… Ну, и по телевизору тоже показывают. Прям, как это, дрожь берет по телу такого. Да, вот. И там уже точно идут на головах. Поэтому все, которые сейчас вот, значит, грешат туда-сюда, ну, вот и впрямую идут туда. В подземные города и сразу на головах. Ну, подожди, они там не перевоплощаются же? То есть душа как… Нет, они там перевоплощаются. А, то есть они… То есть они после смерти, они воплощаются туда? Да. Потому что не хватает, как говорится, потенциалов для воплощения в человеке? Конечно, конечно. А там они в кого воплощаются? А, тоже люди, но только они грешники все там. А, вот. То есть, соответственно, притягивает подобное, притягивает подобное. Конечно. Так, хорошо. Понятно. А вот еще по иноплантианину, с которым вы начали, вы, по-моему, хотели что-то еще по нему добавить? Ну, я хотел сказать, что вот он говорит, что он из будущего, да, и прилетел сюда. Ну, во-первых, видно, что вот такие уродства, которые у него на голове и на теле, они как раз вот результаты мутации, скорее всего. Потому что всегда и жизнь, да хоть что, она стремится к совершенству. Там всегда используются вот эти вот чудесные соотношения. Ну, потому что все стремится к совершенству. А у него не стремится к совершенству. А у него оно нарушено. Он страшный. А он говорит, что вот он из будущего, да, и прилетел сюда, чтобы понять, вот почему там такое все произошло. Ну, у нас ведь ядерная война была в 19 веке. Практически все население из севера ее было уничтожено. А это вот такая была тенденция, когда людей, ну не людей, а вот женщины рожали по 20, там детишек. Ну, чтобы восполнить вот это вот с 1842 года, как случился потоп до, так сказать, первой революции русской, а эволюции так называемой. Хотя это в действительности тоже была шестая революция. Будет заполнили людьми. Вот. То есть, смогли. Зачем, ну вот если он там находится через, сколько вы сказали, тысяч лет, зачем вернуться сюда, чтобы посмотреть? Чтобы исследовать, как они исследуют. А влиять он может, допустим? Ну вот цель у него была повлиять на это прошлое. Опрещено. Опрещено. Вот ты не имеешь права ничего говорить, не имеешь права... Он же говорил. Так он говорил, это не для публики. Это просто, опять же, вброс в наше общество произошло. И я думаю, не без помощи вот этих вот сил, которые сейчас вмешиваются. А какие силы вмешиваются? Ну, прежде всего, Мирглаватический Совет, он тоже, в принципе, готов. А как он вмешивается? Ну, он не докладывает, как он вмешивается. Ну, по его обращению к нам, они обращались именно к нам. Мы уже обратились к Мирглаватическому Совет. Через контактеров, да? Нет. Они прям фильм выставили на ютубе. У нас же ведь тоже, когда нас ВОК поднимали. Ну, ВОК, вот это вот семерная организация космической коалиции, когда мы, значит, заявили о том, что мы хотим все-таки вступить в эту космическую коалицию, как они нам предлагали, и они же нас приняли. У меня на столе компьютера было вот это предложение, что мы приняты. На столе компьютера предложили? Ну, с трубой и столом. Ну, вот и в компьютере все. То есть, вы хотите сказать, что каким-то образом оказалось в компьютере? Да, в компьютере. Понятно. Ну, а потом ведь у нас ведь, на нас ведь вышли и другие параллельные цивилизации. Ну, я лучше их не буду называть, но они местные. У нас ведь, если так разобраться, мы же только думаем, что вот мы и все. А у нас только вот маленьких людей. Это и гоблины, да? Это и релипуты. Это и гномы. Вот, и это и альфы. То есть, четыре только, вот, низко ростых. А высоких-то сколько у нас? Там и Волоты, и Великаны, и Атланты, и Титаны. И... Ну, кого только нету. Ну, они сейчас, подожди. Вы хотите сказать, что Атланты сейчас до сих пор присутствуют? Да. Подземы. Подземы. Не, не только. Ну, неважно. Я и не буду, не хочу их просто подставлять. Потому что там тоже все... Тем более, если я что-то говорю, вот, вот, их сразу начинает это... Я потом не смогу с ними общаться. Все. Да. Так что, если подводить итог, ну вот, я думаю, что вот этот вброс сейчас, который произошел, о том, что смерть только на земле, это, в общем-то, ну, для нас, во всяком случае, потрясающая информация. В какой-то степени на продвинутых людей это может подействовать. Понятно, что большинство людей, в силу того, что у нас очень неправильное питание, и вышибаются вот эти вот умные клетки, которые, в принципе, раньше характеризовали человека как человека разумного. И люди не будут, понятно, это воспринимать. Но они так на головах и уйдут, естественно. Даже мы тут не сможем на них повлиять. Ну да. А так вот именно какая-то масса разумного именно населения, да, она, в общем-то, должна выйти из родства. Из родства, конечно, все выйдут. Потому что или все, или никто. В реальности так. Но захватчики постараются как можно больше людей. У них же сейчас жатва идет. Вот побольше людей, значит, все-таки отправить на головах. Вот за счет всяких военных конфликтов, всевозможных катастроф, которые они здесь тоже организуют. Вот они будут все это... Как вы думаете, у них есть какие-то вот лимиты по количеству людей на головах? Не лимитированы. Не лимитированы. Сверхпланы, когда делается, приветствуется. Да, 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 да. А все-таки вот как вы видите будущее нашей планеты? Следующий год, 25-й, например, 30-й, 35-й? Наверное, все-таки дадут этим, я имею в виду наши, которые за нас дадут этим ребятам. Всех, кто кандидат на головах, они уйдут на головах. Это они сделают компромисс между... У меня такое предположение. Хотя, в принципе, если бы я, допустим, был, я бы никого не отдал. Вот, потому что, ну, у нас и так народу-то мало в реальности. Нам говорят там 8 миллиардов. Ну, я не говорю этому. Ну, я тоже смотрел разные материалы даже по Китаю. То есть, у Китая все равно же все эти данные засекречены. Нет, они говорят миллиард 400. Нет, они говорить там могут все что угодно. Только где они посчитали и как они посчитали? Они посчитали по всему миру, между прочим. У них же некоторые страны даже приняли уже китайский язык как государственный, наряду со своим языком. А вот, кстати, вот такая китайзация мира, это что такое? Это угроза или это благо? Ну, дело вот в чем. В принципе, они все равно родились здесь, на Земле. Хотя они, понятно, сами не с Земли. Но они же смешались с землянами. И, в принципе, земляне. То же самое Индус, а Индус тоже не отсюда. То же самое Европа. Европа тоже не отсюда. У нас, у многих планет прилетела из спутников в Солнечная система. Потому что у нас вот есть Европа, да? Спутник при Питере. Вот они оттуда. Европа была уничтожена. Ну, и спутник, жизнь там была уничтожена. Вообще ведь уничтожали всех, кто отстаивал их смерти. Вот. И поэтому... А все, кто принял перевоплощение, их оставляли. Ну, на планетах, на самих там не было единого мнения. Там было деление. И поэтому по ним все равно наносили удары. Их не уничтожили полностью. Угу. Ну, как Землю, например. Там, например, 12, например, океанов не было. А вот после апокалипсиса появились. Потому что были удары. Угу. Точно так же и Мария. Марии не было. Что делать с современным человеком? Как в этой ситуации, как эту ситуацию переживать? И как... Да надо просвещаться, просвещаться и одумываться. Прежде всего... Прежде всего, да. Прежде всего, в рамках морали и этики? Или в чем? В чем одумываться и дальше что? То есть, принимать. Ну, это как бы от Владимира идет, да? Угу. Он же перевоплощение-то вводил. Православие – это в действительности перевоплощение. Угу. А то, что оно сейчас уже не занимается вообще перевоплощением. Ну, да. Ну, это чисто католические дела. А оно тоже внедрено. Это не наша религия. Наша религия православия. Угу. Православие – это перевоплощение. Угу. Ну, то есть, принять эти факты, а дальше что? Да. И совершенствоваться. У нас больше-то ничего нету. Какого у нас оружия может быть? Ну, понятно. Вот. И будь что будет, конечно. Совершенствоваться – это узнавать дальше свою культуру, работать с питанием, с дыханием, с движениями, с предметами. Ну, да. 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 Это к чему может человек привести? Само по себе совершенствование у нас всегда идет к прогрессу. Не важно, как. У нас, вот смотрите. Вот я в свое время поднял бузу, что у нас женщины неправильно рожают. Ну, или не заставляют неправильно рожать. Кладут их на стол, там, забирают младенцев от матери. Вот. А сейчас ведь этого уже все меньше и меньше. Но Европа-то давно к этому пришла. А в России-то этого не было. А вот сейчас стало появляться. То есть это возымело действие на общество. Хотя я всего лишь один, и потом у меня тоже шансов нет. Но вот я говорю, я же выступаю против системы именно захватчиков. Они меня могут в любой момент грохать, но они меня и грохают периодически, но неудачно проходят, не добивают. А почему неудачно? Ну, я же выживаю как-то. Ну, за счет чего? У них же расчет есть какой-то, а не получается. Ну, у меня со мной же боги. Ну, вот. Хорошая ответа. Но не без комментариев, как говорится. А вот смотрите. Вот если мы сейчас уже говорим на тему, вот затронем теологическую, богословскую тему. Вот вы сказали, со мной боги. Вот как человек обычный добиваться состояния, чтобы с ним постоянно был бог? Ну, дело в том, что у нас есть эмоции, которые, в общем-то, дают, ну, какие-то, как эти, говорят, индусы, сельские, но дарят православные какие-то божественные дары. Если вы эти эмоции можете держать в себе, да, этот дар, он появится. Несомненно. И бесповоротно он все равно будет. И у нас ведь, смотрите, вот вся эмоциональная сфера человека, она ведь вся вычищена. У нас какие только радость, да? Ну, восторг, можно сказать. Ну, ярость еще, она сейчас уже отрицательное имеет значение. А в реальности у нас в 19 веке еще было открыто 1000 гормонов. Гормоны – это эмоция. Вот 1000 гормонов, возьмите 1000 факториал. Это, получается, число до 2500 знаков, еще там, с копеечками. А человек случайно, человек случайно выхватывает эти эмоции? Вот смотрите, если вот произошла вот эта вот бездна разрушения, да, то есть вот у нас это раньше было, а потом хлоп, отрезали, информационно выключили, там, родились в детдомах, передались, и уже информации нет. Но вот все равно генетическая память у человека должна сохраниться? Да, генетическая память есть. Вот. Ну, она у нас, как и все остальное, заблокирована. У нас вот душа, она же божественна. Как? Она потому что бессмертна – это признак Бога. Она везднесущна, она все знает. Вот. И она могущественна. Вот. Она имеет все три признака Бога, которые, определение-то в Библии даже есть. Да. Я уж не говорю, там, Ведок, там, в египетских источниках во многих. Вот там их больше тридцати на сегодняшний день. Но это я, значит, там могут их и больше. Так вот, значит, получается, что мы даже если соединяемся с душой, мы становимся богами. Потому что душа божественна. И ее сознание с нашим сознанием, и все. нам мешает, что алкоголь, значит, это аморальность. То есть мы должны… Почему вот у нас в смерти, вот внезапной смерти это возникает? Душа, потому что она смотрит, что вы то не так делать, это не так. И она плевать на него. Тело бросает, уходит. Потому что не она уже рули, а она-то остается, а вот тело уже гибнет. А вот смотрите, есть же разные методики встречи с душой. Вот какую из них вы бы порекомендовали? Встреча с душой? Ну, это обычно в состоянии просунка. Вот. И просто когда вы задаете себе программу, встретиться с душой и с ней поговорить по душам. Во сне, да? Во сне, да. Установка. Во сне, работа с осознанным сном. Вы здесь даете какие-то рекомендации? Или все-таки вы… Ну, смотрите, вот здесь есть целое направление, ребят, которые занимаются темой осознанный сон. И у них есть даже методики, как пробуждаться во сне, чтобы пробуждаться во сне. Ну, да. Это где-то до духа она еще. И, в принципе, она рабочая. Ну, там у них просто… Вот я сейчас закончу, извините. Там методика, там, за полтора часа до обычного пробуждения пробудиться с будильником, проснуться на пять минут, там, походить, выпить стакан воды, уснуть, и потом через, там, секунд 10-20, как говорится, инициализировать свой выход из тела. И вот у многих вот такое выскакивание происходит. И они вот реально начинают во сне уже действовать, как отсознанные элементы. Вот здесь вы ведь эти методики можете рекомендовать? Ну, сейчас ребята, конечно, находят эти новые варианты. Ну, я по старинке. Ну, как вот, по старинке? По старинке, да, про сону. То есть, вы проснулись, но не просыпаетесь. Да, да. Вот. Это состояние, оно контролируется легко. Да, да. А в нем, кстати говоря, могут происходить чудесные вещи. Ну, например, вы можете подумать, что вы сейчас встали, но вы не встаете, и пошли в соседнюю комнату через стенку, и посмотрели, чем ваш там сосед занимается. И опять карасинит с утра. А вы сейчас тут дадите такие рекомендации? Сейчас народ пойдет с утра просыпаться по соседам, по соседкам подглядывать. Да нет, это просто я свой опыт рассказываю. Может, с кого-то, что-то другое. Ну, да, вот это вообще интересно. Работа со сном у нас же была, она раньше связана, прежде всего, с сознанием, правильно? Да. Снать, был глагол у нас не знать, а снать. Поэтому здесь вот мы, конечно, потеряли эту технику совершенно. У нас сейчас это все всего лишь подсознание нам откликается. Ну, надо ведь сон стал не называть. Да, вообще-то соп называется. Соп. Сопеть, да. Старорусское название. А сопеть вот осталось слово. И спать осталось тоже слово. Соп. Да, получается. А вот сон, это правильно вы говорите, это с сознанием связано. А с сознанием каких-то там моментов можно очень много что узнать. Да. Хорошо. Владимир Васильевич, а вот многих беспокоит вопрос, как сохранять энергию или даже наращивать свой потенциал. Потому что стрессы, питание, непонятные цели в жизни, все это выбивает. И человек бывает утром проснулся и уже устал. Какие советы можете дать? Ну, вообще видите, методик накопления потенциалов очень много. Вот в живичестве это, ну, практически там любое наше тонкое тело, оно требует накопления как раз энергии. Угу. Ну, у нас вот более такое универсальное, это все-таки питание. Потому что питание, вот у нас, смотрите, человек когда ест, да, он сначала облизывает губы. Угу. Вот это осталось, это чисто божественный знак облизывания. Угу. Кстати, животные тоже облизывают. Угу. Так это вот как раз связано то, что они когда-то тоже были на уровне богов. Ну, у нас же были воины, которые, магические воины, которые превращали людей в разные не опасные формы. Ну, и прежде всего в животных. Угу. У нас в пище, да, у нас сейчас пищи очень мало. У нас сейчас всего, ну, там злаков там 11 тысяч. Тех же самых вообще всех растений 500 тысяч. Угу. А у нас были сотни миллионов в реальности видов на земле. Угу. 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 жуете вы должны передать пище вкус губ а это значит что вы передали ей свою чистоту и когда у вас одна порция вторая порция с одной и той же чистотой амблюзды складываются и поэтому у вас энергетика растет а если вы берете разные виды энергии у нас потому что в пище я имею в виду в различных там растениях совершенно различные энергии вот и вы их преобразуете в свои чистоты таким образом вы можете накопить очень большие потенциалы ну это самый такой простой способ их множество ну вот сейчас давайте получается этот способ с питанием это облизать губы съесть например ложку продукта прожевать ее жевать его до тех пор пока он не приобретет вкус губ но это надо как-то экспериментальным образом вот это вот довести но он не спасет и получается вот это пищевая кашица превращается в вообще просто в какую-то вот жидкость наверное и я проглатываться уже без всякого а вот надо держать и давай глотать у нас все автоматически происходит да а зачем держать подожди секундочку вы все время возвращаете и живете пока потому что видите у нас даже до вкуса губ теория старения вот в 19 веке 20 веке в начале ну и старением очень активно занимались геронтологией там так вот самое то интересное что когда вы глотаете пищу она имеет другую частоту вы разбалансируетесь и вы стареете из этого а когда у вас одна эта же частота новая приобретаетесь более а при этом пища может быть совершенно разная а не имеет значения ты же время с вами ешь что хочешь главное частоту свою передать да чтобы своему наверное продукту который вы едите и передать свою частоту понимаете что мы сейчас сказали что в принципе не важно что вы едите то есть сырое или вареное то есть главное частоту передать ну даже и вареное но дело в том что вареное понятно оно мертвое оно само по себе будет оно насыщаться частотой если вот ее пережевать нет она выше того того что у нее есть у нее меньше пяти тысячи а вот понятно так понимаю а мы же можем насыщать если мы вот у себя повысили частоту да уже приняли пищу какую-то да вот у нас ведь пищей бывает это очень с высокими частотами а как их определить эти частоты пищи ну прежде всего там должно быть живое прежде всего живое а среди живых какая из них по частоте вот смотрите как на свете ели не только растения ели кристаллы некоторые люди едят кристаллы ну вот следующим йогов осталось кварц и его не только кварц вообще все подожди как частоту то как измерить частота метр растений так и дело в том что кристаллы они имеют очень высокую частоту кристаллы понятно а вот растения а вот растения там не все имеют высокую частоту а как узнать какая там десять пятнадцать тысяч герц да встречаются а кристаллы они семьдесят 500 короче любую сыруя она все равно будет хорошей правильной частоты лучше частота чем вареная да а кристалла вы пробовали кристаллы есть ну натрий хлор калий хлор а вот так вы сейчас переводите в эту плоскость натрий хлор калий хлор медный купорос надеюсь не надо ли там нет конечно если не хотите отравиться да но подожди но тут но тогда у нас все соли получается ну натрий хлор он тоже имеет высокую частоту нет натрий хлор он вредит нам в реальности у нас вообще был калий хлор и то он появился у нас вообще соли не было нам хоть и говорят что соливальни и там тысячи там лет нацист вот соливальни появились в 19 веке когда у нас давление упало с двух атмосфер да атмосфер после ядерной войны ядерная война которая спровоцировала потом потоп от 1842 года нам уже говорят в 1912 году только там война была да вот война была в 1920 году ядерная война и война была севера и юга и вот сейчас МГТ ну такая есть организация которая следит за всякими ядерными станциями там взрывами и все ну взрывы конечно велосык следит другая фирма они доказали что война была между севером и югом реально их месторождение месторождение ядерных вот этих элементов урана там до чего имеет такие же индексы в воронках севера а месторождение севера с индексом которые воронки образовались на юге то есть война была ядерная ну я не знаю почему это особо тоже не распространяется но это авторитетная достаточно организация но не интересуется особо их не слушайте ну цензура я так понимаю везде не только в истории но и в современности если если это не вписывается в рамки наверное то да да тут никто не будет продвигать вас хорошо Владимир Васильевич благодарю вас за это время за ответы на вопросы и тем что поделились полезными советами и откровениями спасибо тоже всем спасибо до свидания и